Первые участники ОПГ Белята выслушали приговор. Набережно-Челнинский городской суд признал 18-летнего Олега Дубровина, лидера группировки, виновным в вымогательстве. Он получил три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Второй фигурант дела Кандауров получил условное наказание с испытательным сроком на год. Напомню, впервые о появлении подростковых группировок в Автограде программа «Челны-24» рассказывала осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что группировки причастны к движению АУЕ. Арестантский уклад един. По мнению следственных органов, подростки вымогали деньги у сверстников, избивали их. В итоге до суда дошел лишь один из эпизодов. К слову, Верховный суд страны признал движение АУЕ экстремистской организацией. 17 августа его деятельность на территории страны запрещена.